Поддержат в условиях кризиса. К сентябрю в России появятся продовольственные карточки для льготников. Систему сейчас прорабатывают в Минпромторге России, а в Саратове уже не просто изготовили, но и раздали первые карточки. Пробную партию отпечатали по заказу Облпотребсоюза. Так, в кризисе решили поддержать тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за роста цен. Какие категории жителей смогут получить эти льготы и на какие продукты будет распространяться скидка, выясняла наша съемочная группа. Первые в Саратовской области продуктовые карточки уже отпечатали и даже раздали малоимущим семьям. Вот так они выглядят. В этой графе указывается наименование продукта, на который распространяется скидка. Сметана, рыба, печенье. Можно выбрать любую категорию товара. Семья Сошниковых карточки получила одной из первых. Чтобы обеспечить троих детей полезными продуктами, денег нужно немало. Теперь молочные товары и фрукты покупают с 20-процентной скидкой. Говорят, отличная экономия. 20% это как бы ощутимо для семьи. Тем более сейчас сложное положение. Молоко, сыр, масло, яблоки детям. В принципе, солености, мука. Как бы сейчас тоже актуально. Тоже сами мы хлеб пекем. Идея введения продуктовых карточек родилась у представителей облпотребсоюза. Бизнесмены решили, в кризис должны поддержать тех, по кому рост цен ударил сильнее всего. Сегодня это почти 2000 семей Ленинского и Кировского районов. Пока в категорию включили малоимущих, многодетных и тех, кто воспитывает детей инвалидов. В дальнейшем список будут расширять. В него войдут ветераны войны и еще несколько категорий. Безусловно, их список будет расширяться. Это 1800 семей. Мы где-то выбрали примерно на полтора-два месяца. За которые, я думаю, что мы и карточки постараемся отоварить, если люди захотят это сделать. И параллельно будем работать дальше по другим категориям граждан. Сегодня продуктовые карточки действуют только на одном рынке – Топольчанском. Здесь авторы инициативы договорились с представителями торговли. 20-процентная скидка действует на продукты первой необходимости. Молочные, мясо, крупы, рыбу, масло. Всего в списке 30 видов товаров. Вот я в прошлый раз 300 рублей сэкономил. Набрал творогу, масло, яблок брал, картошки брал. На 300 рублей тысяч рублей. Первая партия продуктовых карточек – около 200 тысяч. Они будут действовать до начала лета. Их уже раздали нуждающимся. Теперь дело за дальнейшим продолжением проекта. Пока присоединится к инициативе, саратовские бизнесмены не захотели. Мы предлагали сетевым магазинам, пока от них ответа положительно не получили. Но нужно один раз увидеть, чем сто раз услышать, вот увидят. Я надеюсь, может быть, так сказать, тоже последует этому примеру. Кстати говоря, это не обязательно только с продовольствием. Это могли бы те, кто товары народного хозяйства производит. По подсчетам специалистов, с помощью уже отпечатанных карточек жители смогут сэкономить 7 миллионов рублей. Если к инициативе в дальнейшем присоединятся другие бизнесмены, проект могут продлить. Система уже доказала свою востребованность.